Спартакиада Союзного Государства среди студенческой молодежи, посвященная 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, стартовала в Бресте. Мероприятие уже стало ежегодным и продолжает увеличивать свои масштабы. 286 спортсменов приняли участие в открытии спортивного праздника, которое состоялось в особо значимом для дружественных государств месте – мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой». Количество участников из Российской Федерации и Республики Беларусь оказалось равным. 143 человека будут представлять свою страну в разных видах спорта. По трём видам спорта будет проходить непосредственно соревнования – это плавание, футбол и волейбол. В нашей стране достаточно большое уделяется внимание именно физической культуре и спорту. Главой государства уделяется особое внимание по строительству спортивных объектов. Поэтому для ребят мы предоставили дворец водных видов спорта – это будет соревнование по плаванию. В футбольном манеже будут проходить соревнования по футболу, а в спорткомплексе «Олимп» пройдут соревнования по волейболу. Я уверен, что не только они смогут показать свои максимально спортивные навыки, но и самое главное – приобрести здесь друзей. Потому что в Российской Федерации и Республике Беларусь много общего, одна история. И прежде всего у нас один язык. Мы одинаково шутим, у нас множество одинаковых и культурного наследия. У нас есть общего много, и поэтому я думаю, что будет достаточно знаково, интересно. Ну и а нам, как конечно Брестской области, в канун, когда мы отметим 85 лет Брестской области, 4 декабря – это особо знаково. Поэтому я думаю, всем понравится. И мы приложим все усилия, чтобы это прошло на хорошем, высоком, достойном спортивном уровне. Спартакиада органично вписалась в череду мероприятий патриотической направленности, что воспитывает молодежь и формирует в ней чувство национальной самодостаточности. Участники соревнования вместе с почетными гостями почтили память защитников, оборонявших крепость герой и возложили цветы к вечному огню. Здесь захоронены 1048 героев, 30 народов и национальностей. Здесь наши с вами деды, прадеды отдали свою жизнь за то, чтобы мы сегодня с вами жили, развивались, рожали, воспитывали детей, строили мирную жизнь, счастливую жизнь. Мы здесь для того, чтобы помнить, чтить, уважать и никогда не допустить подобного. В Беларуси молодежная политика давно стала одним из приоритетных направлений в деятельности государства. Это то, что дает опору для будущего процветания страны. Молодые и перспективные пропагандируют здоровый образ жизни и укрепляют взаимоотношения между братскими народами. Сегодня мы играли с Белорусским государственным университетом. Молодцы девчонки, прекрасная команда. Мы показались сильнее, судя по результату. Но девчонки молодцы, мы желаем им дальше побед. И вот завтра уже встретимся с Белорусским государственным университетом физической культуры и спорта. Приехали в город. Пока не удалось его полностью посмотреть. Но очень рада, что нас привезли посмотреть такое историческое место. Было очень интересно погрузиться в историю города. Нам все очень понравилось. Дискомфорта вообще нет, потому что все как будто, ну как в России, очень похоже. Нас встретили с оркестром. Сразу же нам очень понравилось. Нас так никогда, никогда еще не встречали. Все это очень интересно. Сразу же посадили в автобус. Растелили очень быстро. Все очень комфортно. Накормили. Кормят здесь вообще прекрасно. Уже 17 октября по итогам соревнований будут награждены лучшие из лучших. Белорусские спортсмены нацелены на высокие результаты и победу. Многие уже знакомы с Брестом и его достопримечательностями и готовы полностью отдаться спортивным состязаниям. Я в Бресте не впервые. Я тут в Академии был 5 лет. И в Брестской крепости не первый раз. Но турнир, обстановка, вся атмосфера очень нравится. Мне получаю только положительные эмоции даже в первый день. Одна цель у нас, конечно, чтобы выиграть этот турнир. И одни задачи нам тренера поставили только, чтобы был положительный результат. Янина Даниленко, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович. Новости Бреста.